Ожившая старина. На фестивале-конкурсе чувашский национальный костюм, культурное наследие, которое в эти дни проходит в столице республики, показали, как одевались в прошлые века наши предки. Галина Ефимова привезла на конкурс платья, которые долгое время хранились в сундуке ее соседки и были скрыты от посторонних глаз. Благодаря конкурсу эти наряды стали сегодня достоянием общественности. Галина примерила на себя шубар 1938 года. Именно в таком виде чувашские невесты раньше выходили замуж. Кстати, в прошлом веке женские свадебные наряды весили по 16 килограммов. Старинные и современные мужская, женская и детская одежды. Интересные названия – шульгиме, мыщаки, тухи, тевите, сурпаны и масмаки с уникальной вышивкой. Участники фестиваля свои экспонаты собирали буквально по крупицам. Мы искали среди своих односельчан у старых, у старых, у старых деревни, спрашивали, кто, у кого, что было. Мы по дворам ходили, почти позеленели монеты. В 1748-й, в 45-й год есть даже монеты. Серебро. Кроме платьев, головных уборов, кто-то нашел в бабушкином сундуке и специальное полотно – приспособление для ношения грудных детей. То, что сейчас современные мамочки называют слингом. 90-летняя бабушка мне научила, показала, что это ребенка, так сказать, маленьких грудничковых ребят, ребенок, детей грудничковых. Вот это сюда детей клали и таскали, сверху завязывали. Народный костюм хранит в себе немало загадок. Чуваши говорят, что на платье женщины написана ее судьба. Но в наши дни прочитать и узнать значение иероглифов, вышитых, к примеру, на рубашке, могут только специалисты, которые занимаются изучением чувашской вышивки. Организаторы надеются, что благодаря фестивалю чувашская культура станет понятнее и доступнее, привлечет внимание молодежи. Праздник чувашского костюма мы проводим первый раз, но, обратите внимание, он удался. Очень удался и нам это очень нравится. Поднялись все районы, так можно сказать. Главная же цель нашего конкурса, значит, показать молодому поколению старинные, сохранившиеся изделия. Это и старинные головные уборы, и украшения. Участниками фестиваля стали гости из других регионов страны. Самары, Саратовской области, Республики Крым и Оренбурга. Они привезли уникальные костюмы, украшения и даже старинные орудия труда. Завтра, 24 марта, станут известны имена победителей. Номинаций немало. Это и традиционный чувашский национальный костюм и его элемент, национальные украшения, отдельно чувашская вышивка и авторская коллекция. Галина Титарчук, Расиль Мухаммедов, Республика.